Ты что так разговариваешь? А ты что так? А вот кто так разговариваешь? А ты что так? Всё, поговорим! Бери тебя! Бери тебя! Бери тебя! Бери тебя! Тихо, тихо, тихо! Что ты? Спасируешь? Я в грузию и делаю без тебя! Пойди, ты что? Что ты отрогаешь? Я даже ещё ничего сказать помню! Я ещё даже сказать-то ничего не отрогал! Ребята, чего вы? Вы что такие агрессивные? Нет, ничего не так! Вы что такие агрессивные? Вы что приглашали? А что к вам такое приглашение? А ты чужина! Если вы мужчина, то успокойтесь! Клетки! Ну, подельнички сидят! Да, подельнички сидят! Чего отворачивались? Раньше не отворачивались! Так, всем привет! Мы сейчас находимся с вами около метропарка Победы! Даже не помню, какая тут улица! Мы такие едем, едем на бибики! Ааааа! Кусты! Вот знак парковка! Да, парковка! Да! Парковщик сидит! Вон он стоит, парковщик! Поэтому к нему можно как разы какие-то вопросы обратите! Может быть он даже что-то ответит! Хотя навряд ли! А этот Вовик, мне комментариях писают что ты по-хамски общаешься и скажешь тебя вырезать! Я, конечно, не буду тебя резать в прямом смысле, ты меня и в переносном не будешь, я золотой теленок с золотым копытцем. И вот конусы, собственно, ну не конусы, а какие-то предметы, которые препятствуют парковке. Это же камеры, видеокамеры поездили. Да, там даже видеокамеры видим, чтобы не убирали эти конусы, чтобы не воровали, там весят видеокамеры. Здесь перекрыли дорогу, какие-то посторонние предметы на проезжей части выставили, и не дают проезжать на бесплатную парковку. Я вижу, тут знак парковка, и туда почему-то не пропускается. О, подача сигнала, что-то хорошо. Подследка номер, галка не горит. Что тут происходит? Интересно, интересно. Здесь парковник. Здесь парковщик. Подвигает полный. И двигает назад. Тарковочка не для всех у нас, оказывается. А знак говорит об обратном. А вот у нас лица, которые смотрят. Говорят, что тяжелая штука, да? Да, они очень любят. Там уже... Ну вот, теперь свободно. Парковочка бесплатная. Перегородят захватчики какие-то. Ну что, путь свободен? Парковаться теперь можно? Все путем. Так, ну я понимаю, что это находка, правильно? Да, начнем мы. Находка, и в полицию уже вызвано. Будем оформлять как находку. Да. Полицию вот, выдули уже. Придется, наверное, на ответственное хранение сдать им, да? Полицейским. Да, на ответственное хранение полиции пусть их примет. Через полгода, если не найдет негодяя, который это сделал, эти вещи, соответственно, будут принадлежать нашедшим. Но я чую, увидел первого Володенька, так что будет принадлежать Володеньке. Спасибо, что помните. А по поводу того, что будет ли полиция искать хозяина, скажем так, который поставил сюда? Ну, по закону, конечно, не обязан искать хозяина, который вот этого безобразия сюда поставил. Но, по практике, нет. Я тоже по практике уже много раз видел, что ничего не будут делать, просто будут ждать. Извините, водитель, а вы не подскажите, как вы попали на эту парковку? Она уже не для всех. Не для всех. А, для всех? А, было просто загорожено, мы вот не поняли, в чем дело. Они тут всегда перегораживают. Сегодня у них корпоратив, например. Вчера был корпоратив. И вот муниципальную парковку на 3,5 тысячи квадратных метров. Они просто перегораживают, никого не пускают. Понятно. А мы вот нашли посторонние предметы, сейчас ждем полицию, чтобы им сдать, как нахожу. Совершенно верно. Я неоднократно уже тоже так же обращался. Спасибо вам, неравнодушный водитель. Я связываю тебе там две вещи, я скажу. Вот мы нашли. Изместе? Изместе, да. Да, то есть, чтобы скрыть следы своего нарушения, я решила совершить преступление. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас тут случилось? Мы получили пропавку? Потому что некоторые, к сожалению, люди, некие блогеры. Вы видели какие-то интересные. Покажи. Несколько человек выбежало, похожие на охранников, без бежеков, без ничего. И просто с лестницы начали столкнуть. С лестницы? Говорит, это наша лестница. Здравствуйте. Я журналист, живите, журналисты мои. Я понял, я понял. Вы что силу к журналисту применяете? Вы кто такой? Нет, артистов-то вот, артисты здесь. Я даже еще ничего сказать не успел. Я еще даже сказать-то ничего не успел. Ребята, вы что такие агрессивные? Нет, не сколько ни разу. Вы такие агрессивные. Что-то не агрессивные. Зачем вы затронули? Вы что, ребята, вы можете? Вы что, ребята, зима? Давайте я вам просто... Не надо мне что-то сказать. Я вам докуплю, я вам докуплю. Не надо документать. А вы кто, ребята? А вы кто? А вы кто? В охраннике? Мы сотрудники. Сотрудники охраны? Нет, мы сотрудники, которые здесь... Мы сотрудники, что вы проводите. Сотрудники чего вы? Вы полномоченные? Идите, сотрудники дальше. Пальцами не ломайте. Главное, человек, если с чем-нибудь дверью. Видите, человек стоит в дверях. Представьте. Представьте. Кто ты такой? Почему селок-то? Работа не отолшает. Что вы делаете? А человек что, ломился или что? Он даже сказать не успел. Я чуть не пойму. Вы вырываете сейчас на территории. На данный момент. Так вы сами его впустили. У вас захват парков. Вы его впустили туда, а он вам слово сказать не успел. Вы чего? Зачем вы не впустили? Мы приглашали. В смысле приглашали? А что к вам только по приглашению? Успокойтесь. А ты че мужчина? Если вы мужчина, успокойтесь. Не веди себя как животное. Это уже в кормили. Не веди себя как животное. Я говорю. Зубами держали. Я говорю. Все, тиши, тиши. Поведение как животное. Вот что оскорбляет больше. Сейчас ты своим поведением оскорбляешься. Ты не понимаешь просто простых слов. Я говорю по-хорошему. Не надо. И полиция подчеркнула. Давайте полиция. А то все понимаете простые слова. Вам человек нормально зашел, пристал, а вы готовы на урочную? Ображаю моменты, когда правонарушители сами вызывают полицию. Да, они не урочены. Вы здесь при каких должностях убираетесь здесь или что? Я вообще ничего не буду делать. Разносите поднос, и что вы делаете? Да. Давайте говорим. Мы идем узнать, чьи вот, собственно, вот эти вот конструкции, которые... На улице встаньте, постойте, вам выйдет человек все объяснение. Пускай выйдет. Вы на улице встаньте, я хочу войти к человеку, который это все устраивает. Вы попросили, я вам так попросил, что он выщет. Вы кто такие, чтобы вас спросили, а? Вы кто такие? Вы как-нибудь свои полномочиями попросили. Я вот тут работаю с половым, всем вы работаете здесь. Какая разница? Есть большая разница, если вы тут никто, то и нечего надо мешать людям. Уйдите отсюда. Дайте нам пройти к руководству, мы спросим, чьи это конструкции. Никто здесь вы. Мы здесь проводим журналистское расследование. Я являюсь журналистом. Я тоже ставлю вас известность, что я журналист. Я понял. Противодействие журналистской деятельности. Уголовная статья 144. А вот зачем вы будете, зачем мы толкаем? Мы идем круговосложно прояснить вопрос. Я же сказал, вы кто? Вы попросили бы, я вам так позвал бы. Вы кто такой? Чем вас просить будем? Мы что, каждую встречу попросить о чем-то будем? Что вы вообще здесь делаете? Кто вы такой решает? Я перед вами-то не должен начаться, что я делаю. А я-то почему я перед вами должен отчитываться, когда я сюда прохожу? Так как я нахожусь внутри, значит, я что-то... Вы тут никто покажет. Вы только что находился, ребят? Человек только что, так же, как и вы, находился внутри, а вы его зачем-то начали выталкивать оттуда. Давайте я тоже внутри буду находиться. Вы точно так же никто. И дам распоряжение, чтобы прошли журналисты. Вы, чтобы применять человеку силу, должны до начала иметь какие-то полномочия. Я просто не понимаю, в чем... У меня тоже такие же полномочия, как и у вас. В чем конфликт, я просто не понимаю. Вот смотрите, моя нога здесь, соответственно, у меня есть полномочия. Видите? Вы точно таким же образом подтверждаете свои полномочия. Вы, например, стоите на улице, у вас нет полномочий. Отойдите отсюда, мужчина. У меня вот 50% тела там стоит. У вас все... Вы не сломали парик. Вы не сломали парик. Вы не сломали парик. Девочка мне только может имитировать боль. Ты сейчас меня остановил? Ты меня... Вот девочка маленькая. Девочка с вершисом раскреплением стала. Борщи себя от боли сейчас. Вот я на эту... Борщи себя от боли. Или так, на эту болезнь. Смотри, у тебя пальчик сломался. Где слеза твоя? Ну, чё молчишься. Где капризы? Сейчас должен... Я задержался. Я приеду, да. Когда вы представитесь, кто вы такие, почему препятствуете проходу граждан? Почему препятствуете деятельности журналистов? Вы скажете, кто вы такие? Вы-то кто такие? Зачем вы тут скандалили, как бабы? Чё вы тут базар расстроили? Вы могли бы спокойно пройти, спросить, чьи госы? В смысле не могли? Мы чё тут скандалили, орали, или чё? Нет, ну мы... К вам вот-вот к вам человек подошёл, спокойно объяснить хотел, его вытолкали. Как вы это можете подтвердить? Как вы можете подтвердить, что вы сюда на работу пришли? Если вы столы убираете, почему вы здесь... Вы не уполномочены осуществлять пропускной режим? А что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? Посуду моют. Бладный человек. Вы знаете, руководство до сих пор не прислакал. Вы говорили, что позовите нам руководство. Капризный пальчик. Юр, ну всё, успокойся. Они просто технические споны моют. Ты им помешал после того, чтобы пополам там прошёлся. Да как он может быть? А у него пальчики ломаются от прикосновения. Ну, он нежными пальчиками моет, наверное, никак. Крустальный мальчик, что ли? Ну да. Руководство вы будете звать или нет? Мне вопросов очень много. Что за столовка подержима не мают? Я же сказал, что на улице все вопросы. На улице вы едите. А лишь вы так выбираете, потому что они ваши интересы будут представлять. Вы на улице поколицы. Они же разные. Вот. Вот это я на улице. Разные журналисты. Так вы и вызвайте руководство. Вы обещали, вроде как, позвать руководителей? Ну, чё-то вопрос немного понятно. Ты-то бургеры просил? Сейчас ты почуточку попал. Ты бургер сначала... Бургеры я просил. Ты просил. Ты сначала присил бургер? Я ему сказал, что вы все просили бургер. Я просил бургер, он просил картошку фри. Такой у нас добрый стал. Давай виси. А зачем ты мне сейчас насчет парковки говоришь? Тебе вообще я говорю, кто ты такой. Я не спрашиваю тебя насчет парковки. Я спрашиваю руководство их. А ты как просто... А ты видишь, ты с собой руководству что? Бурзови. Или ты сам с собой разговариваешь? Бурзови руководство. Или ты сам с собой разговариваешь? Вон, смотрите, с бейджиками кто-то приходит даже. Может быть, кто-то... Может быть, кто-то... Кого-то можем... Может, опознать. Кто у вас отвечает за это пространство, которое... кто отвечает за то есть за беспределность спасибо вам не трогайте нас так больно как они здесь что выроская сходка не пойму почему вот такие отношения почему на граждан накидывается почему вы скидываете лестнице вот в чем дело потом узнаете потом в киев а вы приглашены мы не в гости пришли мы не в гости пришли ничего спокойно обсудить вопрос куда он сюда дайте сейчас вам все объясню у меня не болит я бы гостям сюда бы не заходил с такими вы идите я с вами говорю именно со мной вот там он сейчас подруги в полицию говорите я корреспондент в Красной Москва это мои документы в нашу редакцию вступила информация что в вашем учреждении здесь ограничивается место на муниципальном парку мы бы хотели узнать кто ответственен за чьи были предметы осуществляющие заграждение проезд вы Александр Владимирович меня Юрий Евгеньевич и мы хотели бы узнать в частности главный редактор у меня полномочий в работе журналистского расследования выяснить этот вопрос кто на этот вопрос может дать какой ответ пока я вижу вот только мужчин там один даже с женскими некоторыми наклонностями у которого пальчик ломается от прикосновения он плачет и никаким образом не подтверждают свои полномочия покаж молодые люди пытаются покажут во вторых врываются из зданий всякая радость здесь что-то мероприятие ну у нас в принципе да молодые люди хоть попасть не дают не дают вообще с кем можно пообщаться давайте со мной давайте здравствуйте здравствуйте очень приятно корреспондент Красная Москва Сенчев Юрий Евгеньевич нам поступила информация что данной организации здесь ограничивается въезд на городскую парковку это все зафиксировано на видим камеру тут значит организованы шлагбаумы предметы пластиковые препятствующие гражданам пользоваться данной парковкой хотели выяснить этот вопрос но вот выдержали мужчины свои полномочия они никаким образом не подтвердили и вот стали воспрепятствовать журналистской деятельности а именно для того чтобы пройти в это здание и выяснить ответ кто здесь ответственное лицо и кто может разъяснить данную ситуацию нанесли побои просто пытались с лестницы спускали принимая физическую силу подождите вас инициаторы вызова кто не вы охрана ну вот спросите кто кто из них теперь задайте вопросы тем кто сотрудник а вас охрана вызвала мы просто раньше вызывали да мы соответственно хотели бы написать заявление вот раз еще двое там всего три установите личность пожалуйста господа с нами вот видите смотрите просто мы ничего ничего не делаем это могло быть угроза жизни вообще здоровье вот скручивают скручивают да мы бы хотели вот видите писать то есть это любое падение человек может получить и смертельные правы в том числе вот вот мы хотим чтобы установили их личности и ну вот он да вот он да ну вот собственно один хотел узнать кто это такой роль он исполняется наемник это или просто какой-то прохожий привет бандитировал скажи в армии я тоже 345 пунк 9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 вот нападал жалобы на пальчик ну ладно пускай с пальцем покажите полицейскому пальчику чё он отвернулся неуважаемый кто инициатор давайте выяснять вместе так вот у вас просто на вас приступило заявление какой-нибудь вы применили физическую силу они не применили физическую силу люди стали аппаратироваться мы их попросили вежливо спуститься вниз руками вежливо и ногами я так понимаю да на данный момент я могу вам показать сделать раз если они пытались они пытались пройти в помещение так ну с этим будет разбираться не сотрудничество находится а так что предлагаю вам проект надо дальнейшему разбирать еще двоих забирайте вот видите на данный момент этот человек меня оскорбил а как он вас оскорбил он начинает всякое я напишу заявление не надо мне подсказывать всякое что вы начинаете всяко меня называть а то есть вы тут вообще к этому самому к мужчинам приставали руками трогали еще два лица пожалуйста все фейс контроль а вы охранник частный да частный охранник а удостоверение ваше можно смотреть можно вы сотрудник я павлик 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 а павлик 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 прошло минут наверное двадцать мы пошли сюда выяснять чьи там конусы и вот по нашему вызову до сих пор никто не приехал странно как то на татане а если они их на татане вызовут вы умеете а они нет павлик 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 то считаете то что считаете то что он пример для вас да к чему что стремится я понял все я понял все ничего ну вы скажете вы хоть с народом или против народа вот правильно всегда надо быть с народом в любой ситуации какой бы дурак начальник не был а начальники приходят уходят там а кто это вообще такие скажите охранники частые охранники например а то есть удостоверений при себе не было laughing не было прийти удостоверения кто с ним а то есть при себе не были но влары те об этом укажете я надеюсь что это административное правонарушение то что у них нет удостоверение при себе в рапорте не забудьте указать у них нет ни формы может вам премию к новому году и они не представлялись охранниками этоày с вас сорвали значит не жалко а странно то что они могут сами видели видео Режим работы круглосуточно, то есть туда может быть в любую очередь зайти, это общественное место. Я там хотел заказать банкет, на столик возьму, это мало ли что. А вы их лично установили? Да, у меня есть документы. Удостоверение частного охранника есть у них? Нет. Нет? Или нет с собой? Я не видел еще. А что они вам, паспорт? Сейчас мы доставим в МВД и будем разбирать. Их? Кто они, что они? Ну их надо доставить, конечно. А у нас здесь надо отобрать заявление. Ну вот, я обращусь к заявлению, что в отношении меня, как журналиста, применялась физическая сила неизвестными людьми. Так, ну можно ваши документы? Да, конечно. Да давайте я прям в заявлении там все видно, почему. Ну нет, для нас. Ну вы с заявления перепишите тогда, ладно? Не сейчас. Просто ваш коллега сказал, что они частные охранники, но удостоверения у них при себе нет. Если они действительно частные охранники, то вы в рапорте обязательно укажите, что они частные охранники, потому что одно неимение при себе удостоверения это административное правонарушение. Ну мы же вам помогаем, понимаете? А вы с народом, мы за вас. А вот этот гражданин, он жаловался. Он говорил, что у него сломан пальчик. Я до него докоснулся. Пальчик. Это действительно было, я это подтверждаю. Вот. А какой пальчик сломан? Гражданин, вам скорую вызвать. Вы самый... Вы самый потерпевший, нет? Ну вы бы хоть прихрамывали бы, ну ёпперс, это для чистоты-то, ну. А он, видимо, по понятиям живёт. А он уже затерпелился, в принципе. Да, уже затерпелился. Мы зафиксировали, кстати. Конечно, конечно. Там на сходнике должны разобрать его поведение. Спроси с него строго. Да. А там третье лицо ещё было. Адрес объяснили? Да, третьего, третьего. Какой-то 14. Ну вы мне план заявления дайте, а вы там ещё что? А третьего заберите. Полицейские. Полицейские. Полицейские, третий там есть. Третий. Три, три, три. А вот этого заберите, пожалуйста, тоже вот этого в галстучке. Полицейские. Вот это в галстучке тоже требуется. Да полицейские не слышат, к сожалению. Вот пострадавшие ещё. Давайте вот это заберём. То есть у нас, смотрите, какой. Так вы гости или нет? Вы гости? Котик, котик, котик. А вы кого снять мне? Их? Да, да, да. Их? Да, их. А в Ватикане не так красиво, не так вы бы усмотритесь. И вас тогда надо всех туда. Зачем? Вы же не терпелите. Если вы затерпелились, тогда да. Возможно. Да, вы терпили не лучше эту папу. Вот, видите как. А вон? Да, вот коллега ваш, да. Потом отказался от Малявы-то. Или как там говорится. Он вроде затерпелился, да? Нет? Он говорит, пальчиком ухломали. Маникюр там повредили. Не знаю. А, это там внизу, это педикюр. Плескар. Полицейский. Вы третьего-то будете забирать, нет? Бланк объяснил. Вы же попросили заявление? Да, давайте. Крампати на него показывает. Вот этот человек на меня нападал, применял ко мне физическую силу. Да хватит ждать. Посмотрим видео. Вы-то кто? Вы кто? Я гусь здесь. Ну и ведите, гостите дальше. Я своих гостей, это будет охранять. Охранять? Это охранник? Это охранник был? Вы кто в этом деле? Так это охранник был. Но вы слышали, он сказал, это охранник был. Охранник надо забрать точно. Но это уголовник получается, значит, уже в таком случае, если такое производит. Нет, вы говорите, вы говорите, что вот, и он напал. Давайте человеческий партнер, как говорится, не учащий, напал, говорит, правильно. Есть у него доказательства, пожалуйста. Товарищ судья на процессе вопрос ему покажет, и он заберет его, если напал. Хотите наручение полиции сделать, как? Наручение нет. Есть правила. Молодец, и я же, полиция, полиция, спрашиваю. Здесь у вас заказать события камеры. Пусть покажут молодому человеку. Не надо ко мне обращать. Пожалуйста, вы заберете. Вы говорите, гражданин. Гражданин, я никак не могу в галстук забрать, но он ходит, он пошел. А вот, который нападал на меня в галстучке. Молоденький из них, который. К сожалению, полицейский не спросил мне документы, я вот немножко расстраиваюсь. Ну, сейчас он сейчас откроется, и все. Может, это в федеральном розыске находится? Мы все проверим. Да и я волнуюсь, на самом деле. Потому что от ответственности не хочется, чтобы пошли. Ну, сейчас не уйдет. Зачем полиции? У нас полиции исправительная власть. С страны ресторана, кажется, вызвать. Вы возмущены, чем-то? Вот полиции. Да, ну вот оно. Доказательства. Не надо не жаловаться. Вот полиции. Сначала посмотрите. Молоденький. Идите в полиции. Да, конечно. Не надо, я вашим жалобам не хочу. Пойдем. Вы простите, пожалуйста, Богу ради, но мы к вам в ресторан не врывались на вашему банкету. Если мы помешали, невольно приносим вам извинения. Но это весь скандал получился. Это мой банкет сейчас. А вы в банкетный зал с твоей гостей, да? Правильно? Вы хотели что-то сделать? Зайти как гостей. Нет, мы хотели переговорить с руководством изначально. С руководством? Мы не скандалили, вы не волнуйтесь. Ну вы могли бы подождать после мероприятия? Нет, нет, нет. А мы бы подождали, но у нас... Сейчас будет здесь все 400 человек у меня гостей. Какие-то мужчины, которые никаким образом не подстрелили. Конечно. Конечно. Есть видео, вот, даже вот, молодой человек может показать вам. Покажите мне, пожалуйста. Да, где нас просто спускают с лестницы, мы даже слово искать не успели. А его за что? За что его? За что? А кто сказал меня? А может ваши коллеги на вас заявление хотят написать? Опачки. У вас есть с коллегами неприятные отношения? Вы что-то ошибаетесь, по-моему, да. По крайней мере, мне этот человек ничего не сделал плохого. У меня лично нет. То есть, не знаю, что... Может вас узнали, может, и 15 лет назад там чью-то жену увели или что-то еще сделали. Странно, странно. Я думаю, такой приличный человек. Мы честно говорим, что мы были в шоке от такого поведения. То есть, мы не скандалили, не кричали. Может, наши гости вас не пустили или как? Не-не-не-не. Это вот эти работники тут, да. Тут завладели парковочным пространством, принадлежащим городу. Вот это вот заведение. И мы просто хотели выяснить, кто ответственное лицо, кто это осуществил, кто предметы поставил в ограничивающий свободный проезд для граждан. И все. И вышли какие-то мужики, никаким образом не подтверждили свои полномочия и стали подменять физическую силу. Вот и расклад. Этого, конечно, не нужно было делать. Но что получилось, то получилось. Я представился, являюсь журналистом, корреспондентом издания «Красная Москва». У меня никто слушает. Не хотел сразу нападение, толчки. Мне кажется, это как минимум некрасиво. Вот представьте, гости у вас будут, да, вот, войдут, а к ним вот такое отношение. Ну, вот, если честно, я в шоке. Вы, ну, как бы, конечно, не хочется вам советовать. Может быть, они не так поняли, может быть, они какую-то вашу фразу разобрали, как там, какой-то год, наверное, что-то, понимаете? Как бы то ни было, как бы то ни было, толкать с лестницы, но это некрасиво, да? Я говорю, а вот повезут, а ходи повезут. Да, хорошо. Один из самых буйных, да. Один из самых буйных, да. Ну, конечно. Ну, вы видели видео. А спокойно ведет себя, потому что ответственности боится. Двуличный человек, видимо. Взывы к клетке. Ну, подельнички сидят. Да, подельнички сидят. Чего отворачивались? Раньше не отворачивались. Улыбаемся и машем. Машем, улыбаемся. Раньше были коллеги, а теперь подельники. Так, ну, заявления подпадали? Все, подали, да? Все, забрали. Вы как-то не знаете. Вы же такие не спустите. Нормально такой проект, когда люди упаковали. А вы, друзья, обязательно подпишитесь на этот канал, нажмите колокольчик там внизу. Подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Все, всем удачи, всем пока. Придите за свои права.